здрасте дорогие товарищи вот мы с режиссером решили сегодня поговорить потолковать о жизни да не о жизни давайте я вас это вопрос вот я вам сам задал и так мне не ответили скажите мне как вы относитесь к протестам каким протестом действующий мы ехали когда в машине вот сюда на съемку и все мне говорит вы знаете протесты вещь бесполезная нет я сам расскажу что я говорю носились нужны протеста насильственные а я тут же говорю у ленина была теория насилия а моя бабушка еще говорила цитировала она говорила всякая власть есть насилие то есть если вы хотите что-то чтобы вот подчинились вот должны обязательно применять насилие тогда вы будете властью да ну а дальше мятеж не может быть удачен иначе вздвался он иначе и все нет но это не совсем так вы носили подразумеваете только физическое я все-таки говорила носили и не только физическом да но как он удар давление жрать не дадим все забастовка не сдадим хлеб на элеватор понятно что когда бастуют на киева это отнимают оленеводы то тут наверное сильно влияние не будет оказано а если до крестьяне хлеб не сдают туда это уже посильнее авиадиспетчеры не знаю общественный транспорт водителей или там какие-то проблемы но кто всем этим заправлено да 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 то есть но это надо чтобы они все были имели возможности объединиться поэтому значит вот чтобы такие возможности не было не нужно давать им возможности объединения можем вдвоем и договориться собраться значит план захвата власти в вазе в рамках вообще всей галактики создать но это если ничего не получится вот есть у вас есть профсоюз который значит с ним понимаете в чем смысл профсоюза именно с профсоюзом работодатель заключает договор о найме да вот тут люди у него работают потому что он с профсоюзом согласовал если поймем мимо профсоюза кого-то нанять невозможно вот самый уважаемый профсоюз в англии но по крайней мере был 70-е годы был профсоюз мусорщиков чтобы быть членом профсоюза мусорщиков там место ограниченное количество это обычно по следствию передавалось вот как место в палате лордов так и место в профсоюзе мусорщиков ну да профсоюз дело серьезное вот просто из мусорщиков объявит не забастовку и все профсоюз сценаристов объявил нигде бастов и иначе пришлось свернуть некоторые телесериал в частности у них было условия но не раньше я не знаю как сейчас там а минимальное оплате да то есть там было двух двухсот тысяч по моему за сценарий и никто не мог платить меньше планочку нельзя было опускать иначе цена профсоюз говорила яй-яй работодателю работодатели потом видите у них привело это кризис определенного но как вы вообще относитесь к протестам ну вот у нас страна идут протесты время от времени про чего-то вот через 6 люди бастуют против но не сегодня уже полгода не там против мусора из москвы но они не просто протесты я не согласен я да они там что-то пикеты стоят не дает разговор там не не сваливайте нас и нет ни она не строит полигон строит строит полигон интересно строить полигон от места вопрос сваливают все в кучу до чем упакованы ну где на пусть прессована упакованы там ну а чё вот у нас вот полукава подвал каламском ствол свалка это огороженный особо охраняемый объект вы заедете туда там сразу серьезные ребятки подскакивает мне надо был один эпизод снять давно года три назад что я искал свалку реально ну а что не пускают нет и чё какие съемки то что там такой бизнес там и там такие крепкие парни сразу такие подходят чуть и снять надо ну-ка а ну и отойдем час эти сниму тут что в плане протеста что ли вы думаете что снимают или вы привезли там закопать труп я ничего не нет причем я эпизод художественно фильме да почему свалка особо храним объекты откуда я знаю потому что бизнес большой видимо не ну я заехал говорю ребята вот где мне с кем поговорить руководство кой не там надо снять но я нашел в итоге там руководство они сказали мы рассмотрим ваш вопрос конечно все через три дня мне позади скале нет нас нельзя снимать пожалуйста не приезжайте больше я вам серьезно это серьезная вещь поэтому большой это большой бизнес там до хрена денег почему деньги если не учтенный света черная черная как-то там видимо откуда на вот я мы за мусор плачу учтенно но учтенно а потом дальше куда-то в черную трубу падает и видимо даже я не знаю как это работает но то что это такое видно вот те которые как вы говорите протестуют против свалки они в общем-то насилие применяют в определенной мере пикеты стоят не пускают грузовики например понять что к ним тоже применяют насилие и стиль нет ну так я спрашиваю ваше отношения к этому я же не спрашиваю применяют они силы или нет что вы юлите что вы и я не юлю тебя не юлу ну вот как вот вот какое отношение ну вот какое отношение вот во Война идет, да? Вот люди сопротивляются. Это хорошо или плохо? Ну, надо смотреть, за кого вы? Вы спрашиваете, за кого вы? Я-то понятно, я либерал, это далою советскую власть. А, далою советскую власть, ну, это понятно. Ну, вот если вот люди в Архангельске не пускают мусор из Москвы, да? Значит, у вас вальд где-нибудь под Москвой. Я этому должен радоваться? Скажите. Не знаю, я спрашиваю вас. Я этому не должен радоваться? Нет. Ну, что значит, должен, не должен. Я спрашиваю, как вы к этому относитесь? Не должен радоваться. Должны вы или не должны? Это неважно. Радуетесь вы этому? Проиграл Култузов битву при Устерлице или кто там ее проиграл? Потом война пришла, в конце концов, в Подмосковье. Мне это надо было, чтобы Култузов проиграл битву при Устерлице великому полководцу. Ну, это одно дело, когда воюют наши соплеменники с иноверцами, по сути, да? Ну, не с иноверцами, но, хотя, если, наверное... С иноплеменниками. Да. А тут, когда внутри нашей страны, получается, одни лучше люди, лучше других, почему мы мусорим, а на голову архангельским сбрасывать должны? Просто вот мы клевые. Такова жизнь? Такова жизнь? Нет, не такова. Не выдумывайте, пожалуйста. Жизнь. Ну и куда вы свалитесь? Ну, куда-нибудь свалить этот мусор? Ну, свалить... Ну, можно же цивилизованно это обустроить. Нельзя же так делать-то. Вот и хотели подальше увезти. Ну, подальше от нас. Сколько, интересно, жители в Архангельске? Ну, там не в самом Архангельске. Я понимаю, тем больше не все в Архангельске. А здесь свалки валятся в самих подмосковных городах. То есть из окна просто видно эту кучу. Подожди. А жители в подмосковном городе в сравнительности с городом вот тем в Архангельске такое же количество. Москва обладает огромными бюджетами. Какими, кстати, не обладает ШИЕС. И Москва могла бы на эти деньги... А эти деньги все-таки... Короче говоря, протесты помогли. Подмосковных протестантов было больше. Если даже весь ШИЕС пойдет протестовать, в Москве протестующих больше. И Москва ближе к Кремлю, чем ШИЕС. Вот решайте сами, Владимир Владимирович. Почему ШИЕС уже вы так? Владимир Владимирович, где свалку будем делать? Решайте. Или в Лобни, или в ШИЕСе. Ну, серьезно, что? Владимир Владимирович, вы не юлите, Владимир Владимирович. Мы к вам пришли с серьезной депутацией. Кук-лук. В России что, два места, что ли? У нас такая... Выйдешь земли купить на рынок. Дефицит земельных участков. Реально дефицит. Цена от этого растет. Ну, действительно, где в России взять земли-то, да? Что не это? У нас скоро снег будет в дефиците. Ну, что, мало места, что ли? Ну, отвези. Ну, что вы завели эту малую шарманку? Скорее, 100 километров от любого города, мы можем такое место найти? Да нет в Московской области места, чтобы было 100 километров от любого города. Да и полно в Московской области. Даже в Москве я найду по километру в каждую сторону. Но не по 100. Ну, не по 100. А в области я найду 100 километров, до хрена таких мест. Не по 100. Просто надо эти 100 километров в дорогу тянуть. Это другой вопрос. Туда надо обустроиться, это не очень удобно. Мусор, это очень все дорого. Потому что сейчас вокруг него... Так и платят все. Началась вся эта вот игра, бодяга. Что переработка, сбор. Эта переработка никому не нужна. Я вообще боюсь, что... В Москве огромное количество вторсырья, которые не принимают на переработку завод. Потому что она грязная. Понимаете, чем дело? Да хрена денег собирают. Деньги собирают. Но что вы будете мыть, это... Все равно его надо сваливать в кучу. Сколько денег не соберите, все равно придется свалить в кучу. А сжигать мусор при наших технологиях... Вариант такой. Сделать огромный крематорий для кремации мусора. Огромная температура. И вообще, что это будет стоить? Это будет дешевле произвести, чем сжечь. Самая дорогая процедура сжигания. А я по-другому могу посмотреть. Я не знаю технологии... Да я вот именно, что вы не знаете, вам лишь побузыньте и позвать вопросы. А вот как протестовать. А вот что протестовать. А ты скажи, ты винтовку купил? А вы знаете, кто строит? Нет, а у тебя гладкий ствол есть? Ни хрена нету. А вы знаете, кто строит? Протестант, блин. Это клан Чайки. Ну, Чайки, я знаю. Да, чтобы они прямо такие, они себе в убыток строят, да? Ну, они решили подешевле сделать, скинуть, чертову матери, там, подумаешь, какой-то там Архангельск. Мне неприятно. В любом городе такие протесты называются. В любом городе такие протесты начинаются. Нет места, что ли? В России нет места. Блин, да вот чудак какой-то. Вот завел пластинку. Россия, Россия. Скажи, командир, сколько плотности населения в Архангельской области? Скажи, командир, куда еще везти? Там, где вечная мерзлота, там нет населения. Хотя оно там есть, и оно тоже будет протестовать. И тоже скажет, обидели малый народ. Туда нельзя дорогу даже проложить нормальную. Сжигать остается. А сжигать это будет огромный выброс вот этого вот нехороших всяких вещей. Сжигать с большой температуры, это будет очень дорого. Понимаете, мы бедная страна, мы это как-то не осознаем. Это как нам вдолбили в голову, богатая страна, блин. Я ходил все время по грязной дороге, всю жизнь. Потому что у нас богатая страна, у нас не могли асфальт положить. Богатая, блин, страна. Так она не могла положить асфальт не потому, что нет денег, а потому, что эти деньги все... Это все годы так было. Сколько у меня лет сейчас? Так, все. Все время говорят, богатая страна, асфальта нет. Богатая страна, в магазине еды нет. 20 ярдов простили африканцам, еще на 4 ярда им оружие поставим. Опять в кредит, опять этот кредит через 5 лет все погасит. Ну хоть на эти 4 миллиарда люди получат зарплату на заводе. На 4 миллиарда можно такой слой асфальта там положить. Вы охренеете от толщины этого асфальта. Пустой разговор вообще. Пустой разговор. Что это пустой? Не пустой, мне за родину больно. Ну больно так больно. Это понятно, что мы не можем обустроить. Как будто это все бесплатно. Слушай, вот... Ты каждый месяц платишь, я плачу, каждый месяц. Не нравится человеку что-нибудь. Растет, растет, растет. Не нравится человеку квартиры, смени квартиру. Не нравится человеку родину, смени родину. Не так, неправильно. Не нравится тебе квартиры, сделай там ремонт. А не смени квартиру. А ты как богато-то живете. Не нравится мне, а сожгу эту квартиру. Не у нас в Америке не понравилось это самому, как его, его страна этому. Этому, как его, вот этому. Абраму Линкольну. Он там войну затеял. Ну и все, что, лучше стало им там? Да не лучше, я думаю, что. Похоже, да. Но это потом, сколько времени прошло-то. Сколько времени прошло. А у нас вот все как было, так и нет. Может нам надо какой-нибудь... Я не знаю, вот у нас было и не было, у нас тоже были плохие дела при царе. И мы его свергали, и мы устраивали гражданскую войну. Потом разоренная страна была. Ничего хорошего. То есть после революции стало хуже. То есть вы против протеста? Ну вы что-то, вы говорите, что надо свергать власть? Нет, я спрашиваю, как вы к протестам относитесь? Сажать Андрея Валерьевича в Кремль, в клетку, и показывать детям. Как вы к протестам относитесь? Я выяснил, что не сопротивляет. Между царь-колоком и царь-пушкой поставить царь-протестанта. В общем, там протестуют из клетки. А мне кажется, вы говорите, никаких протестов. И вот будут вас показывать туристам из Америки. Вот наш протестант. Наверное, так надо. Ну что бедная страна-то была. Ну а давай, ползи быстрее, старый пень. Ну, наверное, все-таки лучше, чем революция. Благородным Дону не получить пинка под зад. Да, почему благородным Дону не получить пару ударов плетями, да? Да, 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 известное произведение. Поэтому в этом смысле, конечно, очень удобно. Всегда получать пинка и говорить, ну, собственно, я так и хотел. Что там вы мне рассказываете, что это родина? Ну, давай, короче говоря, доставай свой обрез, пошли менять власть, да? Вот так получается. Ну, это ты хочешь, что ты хочешь? Чего говорить об этом деле? Нечего трепаться, молчком достал нож, пырнул. Вот это вот называется. А это вот начинать длинный разговор, понял? Все, бляшку. Все равно не пойдет жаловаться. Я сейчас смотрю такой сериал, Патриот называется. Там так разведчик. Патриот, не патриот, а мне вот говорила, полковник милиции, как вести себя? Вот в очереди, тебе кто-нибудь не понравился, Шило взял в ляжку, тебе ничего не будет. Полковник милиции. Почему? А ничего, нет за это ничего. Так что Шило есть, в метро садись. Сорви на ком-нибудь зло за то, что там где-то... Не надо так делать. Где там воркать. И за Шило будет вам. Не будет ничего. Полковник сказал. Человек разбирается только в физике. Полковник сказал. Ну и что, молодой? Потом вы будете в тюрьму поставить. Так мне полковник сказал. Какой полковник, спросит тебя? Так это вот они пойдут пырять. Они пойдут пырять, наши зрители. Надо никого пырять. Их и посадят. А их отправят, отправят их свалку разбирать. И все, решено, протестов нет. Вы не смотрели невнимательный великий фильм Квентина Тарантино. Какой? Об ответственности Голливуде однажды. Об ответственности авторов за слова, произнесенные на публике. В том числе и ваши. К вам прислушиваются. Вот вас смотрят несколько тысяч человек. Меня смотрят 100 человек. Ну 200, 500, хорошо, в лучшем случае. А вас смотрят тысячами. А вы совершенно не несете ответственность за... А, бери Шилла, давай, пыряй всех в метро. Ну что это такое вообще? Пыряй всех. Культурный, воспитанный человек. Профессором я вас называю. Ну что вы все время, вот вам все протестовать. Ну как протестовать вы собираетесь-то? Вот будем протестовать. Сидеть и протестовать. Вот нам не хорошо жить. Ну что дальше-то? Что-нибудь можешь сменить, нет? Вот мне говорят, вот давай ты им сделай гадость. Ну что я сделаю им гадость чего-то? Вы знаете о ком я говорю. Ну что я сделаю гадость? Мне что-то это будет приятно что ли? Ничего хорошего мне не будет. Им будет плохо, а мне ничего хорошего. Да, никому плохо не будет всем наплевать на всех. Надо так пырни, пырни. А что толку-то доставать-то? Пырять не надо. Ну ладно, хорошо, задайте тему. Вы такой умный сидит. Да мы слушаем вас. А что не предложишь? А что тут обсуждать? А это что? Нет, давай предложи. Нет, давай-давай, говори. Словами говори. Не про себя, не в уме, не внутри. А давай вот. Да нет, ну есть глобальные темы. Это что там такое? Глобальное потепление, перенаселение. Или наоборот снижение рождаемости. Объясните мне про перенаселение. Я убей не могу понять. Чего? Про перенаселение эту тему. Перенаселение? Ну да, земли. Я что-то вообще не втыкаю. Народу много. Ну как его может быть много? Ну в смысле, как мы его можем не прокормить? В Европе всем говорят, поменьше выращивай, потому что у нас запреты. Вот нельзя больше, чем выращивать. У нас этой земли? Да нет, 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 там проблема-то сложная на самом деле с перенаселением. А в чем она? Потому что вот как так получается, что не во всех местах вот как-то вот одинаково хорошо и эффективно. Ну вы сами сравните, вот в России, вот вроде как мы тоже цивилизованная страна, вот мы снимаем кино, президент мультики показывает про ядерную войну. Все вроде культурно, так это вот цивильненько. Что смеетесь-то? Вот оно, позиционер-то проснулся, то я чувствую. А там, значит, у них в Европе вроде как все еще цивильнее, чем у нас. Мультики никто не показывает. Там мультики тоже показывают, только про другое что-то. Ну да. Ну и короче говоря, вот видите какая ситуация. А есть страны, где совсем все плохо, как-то вот там тяжеловато, да, вот там как-то вот население себе не находит, да, ну там как-то безработица. Или они не безработица, а уж слишком низкая эффективность, да, понимаете как. Вот это вот там печально все. И вот проблемы-то какие? Нам дать надо кредит, чтобы квартиру купить, а им вот дать кредит, чтобы он лопату купил, да. Лопату пойдет работать могильщиком, будет копать могилы для покойников, да. Вот он будет там несколько там рупий платить за то, что он там могилку выкопал для бездомного покойника. Потому что если домный, там нужны дрова и сжигать его. А на дрова денег нет, но ему дадут, значит он ямку выкопал. Вот такая вот какая-нибудь такая история. Ну у них совсем плохо все, бедненько, понимаете как. У нас одни проблемы, у них другие проблемы. Они не чувствуют проблемы перенаселения. Когда говорят про проблемы перенаселения, говорят, что земли не хватает, чтобы прокормить людей. Места не хватает, земли не хватает, возможностей не хватает для того, чтобы всех людей, хотя бы так, обеспечить им приличный уровень заняться и прокормиться. Это проблема скорее организации жизни. Да нет. Ну как нет, вон Китай организовал, что у них было бедное, нищее население. А сегодня, извините, эти полтора миллиарда вполне себе устроились, работают, получают пенсии. Это проблема менеджмента, устройства. Ну хорошо, хорошо. А Индия тоже скоро, там сейчас она уже поднимается, через там 20 лет. Ну тогда не переживайте. Я не переживаю, я не понимаю, что все переживают. Это как за глобальное потепление все переживают. Ну а как, потеплеет, все растает. Вдруг нас будет так дохрена, да как дохрена. Вдруг все весь не отрастает. Выезжаешь за Москву, можно час ехать, никого не встретить. Перенаселение будет ужасное. Какое перенаселение? Где ты тут, не знаю, сколько должно быть людей? А что, за МКАДом есть жизнь разве? Чтобы перенаселилась земля. По-моему, за МКАДом жизни нет. Сколько должно быть людей? Нет, ну это за МКАДом не считается. Сколько должно быть людей? Я вопрос, да и глаза, не смотрим и отвечаю. ЗамКАДом не считается. Потому что там жизни нет. Вся проблема перенаселения. Там даже учителя взяток не берут. В Амкаде? Там написано было, мне пишут, это у вас в Москве только учителя взятки берут, а у нас за Амкадом взятки не берут, потому что жизни тут нету никакой. Мне вообще понравилась эта тема со взятками. Вы сегодня с кем-то обсуждали. Он говорит, а учителя берут, взятки не берут. Ну, как не берут? Вот у меня учились, и один мальчик сказал, что его уехало в Сочи. Значит, учителя взятки. Сочники, логика, во! Я могу анекдот вам про логику, знаете, да, про логику анекдот? Давай рассказывай. Он старый. Ну, не хочешь, не рассказывай. Могу. Дело твое. Поуговаривайте меня. Ну, не хочешь, не надо. Вот этот самый верный способ уговаривать. Да. Да. Не действует. Был такое кино, «Американцы» называется, там, значит, ну, такое большое, многосерийное. Наконец, FBI там удалось завербовать какую-то сотрудницу нашего посольства. Вот. Ну, ну, что вы хотите от жизни, там, чтобы мы вам сделали? Ну, говорит, вот надо, говорит, зубы сделать нормальные. То есть русских, там, по американским понятиям, ну, они просто видят на нас. Мы когда им улыбаемся, «Американ бой!», они видят наши зубы. Вот у них совсем другие зубы, судя по кино, по крайней мере, по киноактерам. Если они играют русскими, они специально какие-нибудь зубы вставляют, такие плохие. Ну, не только что. Накладные, да. Какой-нибудь известный факт, знаете, что Де Ниро не хотел брать Скорсезе на роль таксиста. Говорит, зубы у тебя хорошие. А-а-а, в смысле? Таксистки. В смысле, не Де Ниро не хотел брать Скорсезе, а Скорсезе не хотел брать таксист. Скорсезе не хотел брать Де Ниро. И что сказал Де Ниро? Де Ниро пошел, отдал 20 тысяч долларов, ему испоганили зубы. Он пришел, говорит, да, так хорошо. А потом еще за 30 он их обратно делал. Ужас какой. Ну, я не помню точно суммы, но я помню, что сумма, которую... Починить было больше, чем использовать. Починить было больше, чем испоганили. Ну, естественно, ломать не делать. Да, вот он себе испоганили. И там просто есть кадр, помните, он в кинотеатре сидит, ха-ха-ха-ха, так смеется такой. И там прям он, ну, видно, что он такой, ну, у него не голливудская улыбка. То есть, ну, не то, что там какие-то ужасные зубы, но они такие нормальные, человеческие. Не как у, знаете, Тома Круза. Как у меня, скорее. Фильм-то был этот, ваш любимый, там, Фарго. Очередная серия, там был русский-то один. Которого был портрет Сталина, по-моему, из газетки вырезан и висел. И он все время слушал аппассионату. Ну, как Ленин. Не человеческая музыка, помните? Был там один персонаж такой. Это какой сезон-то? Последний, по-моему. Был-был там русский такой. Так, ну ладно, что вы, значит, про это самое, про переселение мы обсудили. В общем, вопросы все решены уже. Нами с вами. Вами с нами. Да, нам ближе поругаться. Ближе бы нам, конечно, лясо потащить. Попротестовать бы, да. Вот мне вообще, на самом деле, последний, мне все время волнует эта история, такая глобальная. Вот как мы вляпались во Вторую мировую войну. Потому, что сейчас как-то про это дети все позабыли. Ну и ладно, сами. А вы, кстати говоря, я вот, интересно очень. Я вот для Ютуба снял, там, материальчик на эту тему, там, про Отечественную войну-то. Так четко совершенно, Ютуб на него повесил ярлык, что это он не одобряет. А что значит, повесил ярлык? Ну, он там, вам такого не делают, а мне-то делают. Они мне одобряют. Я-то правду говорю, вы-то врете. Да я-то вру, конечно. Кстати, когда на вашем канале что-нибудь выкладывается, а когда на мой, значит, он сразу не одобряет. Запрещенные диалоги. Вот наши сами диалоги на моем канале, они по категории запрещенные. А что, монетизации не дают? Ну, не дает. Нет, это, наверное, что-то из-за того, что... Матом ругается кто-то, нет? Нет, нет, у меня что-то надо там подправить, я посмотрю. А что там надо подправить-то? Ну, там, может быть, с лицензией. С лицензией могут быть сложности. С какой лицензией? Ну, там есть два вида лицензии в Ютубе. Вы, как опытный блогер, должны бы знать. Но мне-то он иногда разрешает монетизацию? Ну, обычно разрешает, потому что у вас уникальный контент. А как бы повторный, это он же знает, что такое видео есть. Если вы посмотрите в авторское право, поглядите, там он покажет, что это видео размещено там на канале на таком-то. Ну, ладно, хорошо. То есть, он может быть... Ну, а то мое видео нигде не размещено, оно сразу только записано. Он часто мне запрещает мой блог, там он на него лепит тоже. А что он лепит? Ну, еще не дозволен. Не, ну, мне тоже часто запрещают. Не дозволено цензуру. Это, знаете, я грешу. Честно говоря, на русскую часть Ютуба. Это русский менеджмент. Скорее всего, там какое-то... Все связанное с политикой, они стараются так... Опорезать, чтобы... Ну, им же неприятно, понимаете. Если Ютуб закроют, их всех уволят. В России Ютуб, если отрежут, да, их всех уволят за ненадобность. Да мне старший товарищ предупредил, что ты, говорит, я какое-то видео сговорю, мне надо на Новый год снимать, сейчас его подпускать. Отрежут. Старший товарищ, сказали. Есть такое мнение. Понятно, что могут отрежать. До Нового года он может не существовать. Куда тогда пойдем? Где будем вещать? У нас есть такое, ссылают какая-нибудь площадка? Да нет особо. Нет, типа Ютуба-то? Нет, ну есть там у Яндекса, у Яндекса что-то есть, но как туда попасть, что-то я не очень понял. Нет, где размещать видео? Тут вся проблема в объемах видео, которые надо сыграть на сервак. Там нет таких объемов. Там маленькие серверы, маленькие диски. Я не знаю, я не понял, как туда помещаться. Я имею в виду, что в чем проблема размещения? Это в том, чтобы вот эти объемы видео выгружать куда-то. Ну и чтобы они более-менее локально показывали. Ну чтобы их монетизация была, все это прочее. Само собой, да. Ну вот надо искать, потому что вот вы это вот серьезно сказали, такую вещь. Да не, я не думаю. Не знаю, насколько это правда, что до Нового года все это закроется. Сейчас же опробировали возможность отрезать нас от другого интернета, отрежут какие-то деньги бабушки. Да иди мне отрежут. Отрежут, отрежут. Ты же знаешь, что они все украли, что могли? Я верю в нашу страну. Мы похерим даже собственные запреты. Мы их даже похороним под собственной коррупцией. Нет, это не, нет, это, 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 это сделают. Это, может, какой-нибудь мост не построят или туннель не пороют, а это сделают. Ну, не знаю, не уверен я в этом, что это сделают. Скажите, кроме того, сколько это еще будет? Все, все, не будет больше. А, вы же собой? Да, да. А они еще думают, сколько, сколько, по часу, я почитал сейчас, 10, а туда? Нет. Нет, мы уже последняя пара. Да. Последняя пара. Вот так вот, последняя мы пара. Да, видите нас уже, так это нам намекает. А какая сегодня у нас пара-то, кстати, сколько у нас уже сегодня? Восьмая или седьмая? Седьмая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы седьмые. Седьмая полуторка. Десять с половиной часов, что ли, получилось? Да вы вообще орел, я вам скажу. Такой прям бодрячок и держится. Крутой вы, чувак. И вы еще сняли там парочку видео, там, таких вот перехватывали. Кто вам сегодня, сегодняшний, больше всего понравился? Мне генерал понравился, КГБ, кстати, говорил. Вы подхалим. Почему? Нет, ну, хорошо. Потому что понятно, что физик вам ничего плохого сделать не может. А генерал КГБ, пожалуй, это... Нет, ну, напрасно вот так говорите. Он просто интересно говорил. И говорил, кстати, неординарные вещи. Слушал я не очень внимательно многое, потому что я еще там работал параллельно. Да, я, конечно, его спрашивал. Он, конечно, прокатился в своей жизни до КГБшной немножко, вспомнил свое инженерное прошлое. Мне не понравился у КГБшника. Что ему не понравился у КГБшника? Мне не понравился. Я не люблю антиамериканизм. А у него? Да у него не было антиамериканизм. Да, ну, бросьте вы. Ну, он только сказал, что про наши вооруженные силы. Ну, вы знаете, что он человек почти... Ну, он не скажет китайцы, господи, у вас все описано в друзьях. Ну, понятно, что... Ну, я не люблю антиамериканизм, в принципе. Ну, ребят, вот сейчас последние события вот эти, отменили этот договор, да? Европейцы немножко вибрируют, потому что они очень так расстраиваются из-за договора о ракет средней и меньшей дальности. И говорят китайцам, давайте тоже присоединяйтесь к договору. И говорят, нам это неинтересно, китайцы говорят. Ну, то есть, в принципе, этот договор, это добрый поступок американцев. Они нам развязали руки, мы можем теперь сами делать вот эти оперативно-тактические ракеты с запрещенных дальностей. Я просто говорю, что я не люблю антиамериканизм. Я вообще не люблю, когда... Это только диван на эксперта, они, значит, говорят, что мы тут, мы китайцев забросаем межконтинентальными баллистическими ракетами, но это все равно как вот в соседний двор пускать, значит, из пушки стрелять. Так же и это. Я, честно говоря, вообще не понимаю этот страх перед американцами. Да не было там никакого страха перед американцами. Нет, я имею в виду, в обществе вот часто вот говорят, а что ты, ты, вот они нам придут, и ты рядышка... Нет, ну, вообще говоря, вот если они придут, то это нехорошо, потому что они когда приходят, они не понимают, что в этих местах живут совсем другие люди. Ну, они не приходят... Был такой очень сильный американский фильм, типа, что-то взять или живым не брать, что ли. Там еще этот играл, который играет Борна, как его, Джейсон Борн, это играл вот этот актер, он там играл главную роль. Это там действие как раз вот... Мэтт Дэймон. Мэтт Дэймон в Ираке происходит вот после того, как там уже оккупация совершилась. Ну, и, в общем-то говоря, у них нет такого контакта между... Они не понимают иракцев, в том числе тех, которые против старых порядков. Они не придут сюда, потому что здесь очень такая угроза большая, да, то есть сюда нельзя прийти, всех разбомбить за две недели, как они сделали в Ираке, да, и, так сказать... Ну, я не про это говорю, что они тут сюда придут, но вот если они сюда придут, они тут как-то вот, как завоеватели-то, как наводители порядка они не нужны. Я уверен, что они сюда не придут, вот что. Они тут не нужны. Я вот чего боюсь, если так, если брать уж глобальные какие-то вещи, о которых вы говорите, да, которые вам нравятся говорить, то я бы опасался скорее юга нашего, да, Иран, вот все эти исламские страны. Я бы опасался Китая, да, который, не знаю я, хочет он или не хочет, но я бы хотел быть готовым к тому, если вдруг он захочет что-то забрать, чтобы мы были готовы как страна, да. Ну, хочет он или не хочет, но у него огромная сухопутная армия, ни против кого, кроме как против СССР бывшего, ему не применить, у него нет просто театров военных действий. С Индией у нее горы, там на танках не поедешь. Там с Тайванем море, там на танках не поедешь. А танки он делает под нашу, театр военных действий, под наши, значит, у него бронезащита, под наши снаряды, да, и все прочее. У него просто все, ТЗ под наши. Я бы сконцентрировался на укреплении границы везде, вот Средней Азии, да, чтобы весь этот исламский элемент, все террористические организации, которые мы там же побамбливаем, они сюда могут пойти, да. Ну, что мы-то это делаем там, да, то есть вот эти вот разрозненные элементы группы или одиночки, которые могут устраивать террористические акты, вот фактически сейчас без границы они могут пересекать в любом количестве. И как организованная сила, это Китай, конечно, да, которая мощная, богатая, возможно, пожелающая расширения в ближайшее время держава, да. И я не уверен, что мы к этому готовы, да. А вот скажите вам честно, вот смотрите, вот вы говорите про исламский мир, ну, скажите, вы ждете террористов из Турции, из Ирана? Ждете? Не ждете. Из Ирана, Турции вы не ждете. Это из бывшего Ирака, тоже никто не ждал террористов, оттуда их не было. Это были такие уже состоявшиеся, устоявшиеся страны. Понятно, что у них разные свои режимы специфические, они, так сказать, не всем нравятся, понимаете, что никто не хочет, чтобы у них такой же был режим, как там. Но, в принципе говоря, вот если бы до такого уровня цивилизованности смогли бы подняться, или такого состояния экономического, да, вот другие исламские страны, да, то это было бы только здорово, на самом деле. Я бы по-другому сформулировал. Потому что вот это после краха, скажем так, сначала Турецкой империи и одновременно с ним Российской империи, да, вот это вот куски остались, так сказать, как не пришей, кобыли хвост, да. Над ними раньше была некая тяготела такая насильная власть, а потом ее убрали, а вот эта насильная власть-то не давала им на места. А вот смотрите, обратите внимание, вот они Турция, она всегда была сама по себе Турция, Иран, он всегда был сам по себе Иран, кстати, враждовался Турцией, и каким-то чудом сформировался Ирак. Ну, Багдад, понятно, это Багдад, это одна из важнейших столиц исламского мира. Ну вот, вот все нормально у них, свое. Они никому как не угрожают, как источники терроризма не угрожают. Как государства нет, но как отдельные элементы, которые могут оттуда приходить, почему нет? Нет, из этих элементов нет, это нетипично. Ну, люди, это же люди, понимаете. Ну, так сказать, придурок везде найдется, это я согласен. Но как систематический источник такой нет. Ну, есть вот эти вот крайние, крайние исламские течения, да, такие, которые... Да они везде есть. Они, ну, как везде, я не знаю, я не слышал про христианские. Когда я с Бородой появляюсь, значит, в городе Казань, мне все таксисты говорят, вас отвезти в набережные Челны. Вы знаете, что в набережных Челнах-то нет? Что? Ну, не знаете, так не надо. А что? Ну, меня все зато говорят, да нет, не надо, я тут в Казань приехал, все нормально. Ну, мы не в набережные Челны. КамАЗ там, я знаю. Ну, вот именно. КамАЗ там делается. Вот оно, что там делается. Вот оно теперь все понятно. Люди с Бородами делают КамАЗ там, да? Да. Я не знаю, я вот не был бы так уверен, потому что вот никогда я не слышал о православных или католиках, которые хотят последние сто лет, я знаю, сейчас вы начнете про крестовое покрытие, которые хотят там всех заставить молиться как-нибудь, да? Или какое-то вот создать единое христианское государство, которое должно весь мир охватить, да? Нет такого в христианстве сегодня. В исламских крайних, опять же, я подчеркиваю, течениях есть эти мотивы. И я думаю, что им подвержены люди с разных государств, с богатых более-менее, бедных. Все-таки вот теракт, возьмите 11 сентября, там люди, выросшие в Германии, проводили теракты, да? То есть это люди, выросшие в богатой стране, но вот как-то заразившиеся какими-то крайними вот такими идеями, да? Неправильными, на мой взгляд, да? Так что... Это не эти идеи, они развиваются и растут из почвы. Ну, я говорю, неустроенных стран. Я согласен, я понимаю. Вы знаете, вот этого раньше не было, в 60-х годы, это годы были такой мечты общей. И эти страны тоже думают, что они в мировой поток вливаются. Ну, они вливались, да? Ну, вот они как-то вливались. Фотки из Ирана 60-х годов, это вообще фотки, их не сильно отличишь от американских фоток 60-х годов. Да. Тоже такие молодежь, красивые, ну, только понятно, что немножко другие люди. Ну, это городская молодежь была, у них, тем не менее, огромная была. А что вы думаете, в Америке тоже деревенщина так вот? Нет, ну, там у них вот есть разница, там большая культурная была в ту пору. Ну, да, опора-то была там. Но, тем не менее, у них какая-то некая такая своя культурная самодоставка. Они состоявшиеся страны, а вот другие страны, им надо было только вот состояться, вот это с них убрали вот этот гнет вот этой империи турецкой, с этих убрали гнет российской империи. Они не знают, как им быть, вот понимаешь. Нет, ну, видите, 15 лет назад мы были таким звеном западного мира, а сегодня мы уже не звено западного мира, да? 15. Ну, 15, ну, 20. А что там случилось-то? Нет, ну, мы были, были разговоры о вступлении России в НАТО, были постоянные советы, мы были членами большой восьмерки, да? Мы были западным миром в том смысле, в политическом смысле, да, этого дела. То есть, у нас было, мы строили демократическое общество, бла-бла-бла, все такое. Сегодня все не так. Сегодня западный мир воспринимает нас как захватчиков, у нас немножечко с ними, немножечко противостояние, у нас, извините, санкции друг против друга, да? То есть, у нас, в принципе, противостояние. Санкции против западного мира, это же какой-то из области анекдот, я не ожидал, что я от вас про это услышу, да? Нет, я прослушал одного человека. Какого-то, так сказать, в какой-нибудь, так сказать, сосисочный не будут обслуживать Барак Обама, там написано, да? Он очень мудренно сказал, и, по-моему, верно, что наши контрсанкции, это фактически дополнительный налог на наше население в пользу аграрного лобби, да, которое выигрывает от этих санкций. По сути, это так, да, но звучит-то же как контрсанкции, но тогда это дополнительный налог и все более ничего, да? Причем в пользу коммерческих организаций, да, по сути своей. Не знаю, мне вообще эта вся история, конечно, мало нравится. Я к тому, что вы говорите про какие-то страны, которые вот там развивались, но не смогли влиться. Вот вам, пожалуйста, роль личности в истории, да, которая фактически вот этот клан, который сегодня руководит страной, он сдвинул Россию, повернул направление движения, да, и сегодня мы в другом находимся месте. Куда мы шли в 2000 году и куда мы пришли в 2020? Никуда он нас не повернул. А то, что кто-то с кем-то там в каких-то разговорах распрях это делал, милые бронятся, только тешатся. Не рассказывайте, пожалуйста, мне про это дело уж. Что прям такие у нас, да, перестаньте. Прошло вы сейчас, я не понимаю. Да ради бога. Ну, что вы говорите, какой у нас там вражда с западом? Ну, что, смеетесь, что ли? У нас прям чистая вражда. Да, когда я там на всякие военные темы рассуждаю, на меня просто мои эти самые зрители, ну, просто издеваются надо мной. Да какой там ядерный удар они там по Лондону будут наносить? Где их все же дети-то живут сейчас, в какой стране? Не в Лондоне ли? Ну, вы недооцениваете величину правителя. Его дети живут здесь. А наносить удары и затевать войну будет не та элита, у которых дети там, а гораздо более низкое звено, у которых дети здесь, которые уже 10 лет не выезжают. Или 5 лет, сколько не выезжает. Не знаю. Армия не выезжает, а армия МВД не выезжает. Все эти люди живут здесь, они ударят по тому спокойно. Вы зря думаете, что элита тут все решит. Все эти люди, которые... Завтра подпишет он, и элиты половину посадят. Армия МВД не воевать не хотят. Меньше всего в войны хотят военные. Тогда их обычная жизнь кончится. Уж кому-кому, а им воевать придется. Это, смотри, какие военные. Это, может быть, мы тут демократы в штанах и без галстуков, может, и будем рассуждать про войну. Я поползал по дерьму с автоматом. Мне что-то вообще неохота, чтобы в меня стреляли. Я про это и говорю. Нет, ну это, смотри, какие военные. Одни военные, это солдаты и офицеры низшего звена. Это, конечно, вряд ли они хотят сильно в это дело. А есть генералы, которые, извините, воюют у карт. Это уж не так опасно. Они тоже понимают, что они тут же, как только начнется война, они тут же все испортят свою работу. Понимают, а все-таки есть воля высшего руководства, есть должности, никто не хочет под суд. Вот сегодня он влиятельный генерал с большими красивыми дачами, а завтра он в тюрьме сидит. Так что я бы не относился так легко. Про тихо мы будем воевать, честно. Так легко при этом. Мы что, сейчас пойдем на Запад, завоевывать Европу, что ли? Дай только это, начаться. Они найдут против кого воевать. Все друг с другом, люди вообще повоевать, это хлебом не кормить. Только кинь спичку, сразу все вспыхнет. Ну давай. Это мы мастера, не только мы, я имею в виду человечество, мастера. Повоевать это мы. Ну давай, воюй, давай. Да я что воюю? Я-то как раз не хочу. Я-то хочу пойти курицу съесть. А война. Кто у моего зона курицу съесть? Понимаешь? А война? Сначала вырастить надо. Во! Выкормить. Началось. Выгребать за ней навоз. А потом своими руками убить. Вот это моя мечта. На пенсию поеду, заведу себе курение. И будете их растить, потом убивать. Вот это страшная вещь, убивать их тяжело. Не знаю, мне кажется. Садюга. Я вообще не представляю, как убивают. Вырастить курочку, чтобы убить ее. Как убивают своих питомцев, коров каких-то. Вот он живет с ней 10 лет. И убивает. А потом он ее на живодер, не отвозит. Она только пока растет. Ну даже не сам ее отвозит. Ты же понимаешь, там ее не приласкают. Башку ей оттяпают и разделывают на мясо. Не понимаю я вот в этом смысле. Свинья очень городской человек. Ну курица, ладно. Курица там она растет 3 месяца. И потом не успеешь ты там особо привыкнуть. Не привыкнул к ней. Да. А какой-нибудь свинья. Вот она живет там с собой. Сколько она там растет? Года 2, да? 100 лет. 3. Ну сколько свинья растет? Много-много. Да. Страшные люди эти русские крестьяне. Сосед вот живет. Через забор его видишь. Видишь много-много лет, да? Надоело он тебе. Сосед на экстремизм ты сегодня тянешь. Что это такое? Пошел и убил его. То шил он вновь, говорит, в метро. Кому хочешь пихай, ничего тебе не будет. Да, это мне полковник милиции сказал. Следователь. То, понимаешь, пойди соседа убей. Что это сегодня у вас? Вы голодный, что ли? Нет, я сыт. Я как раз сыт. Пойди убей соседа и съешь его. Да, во-во-во-во-во. Как император Пакаса. Дожил. Как император Пакаса. Карантина зато. А я их просто люблю. Не то, чтобы я их очень знал. Но я тоже их люблю. Да, сегодня вот у вас был физик. Вот вы что-то лопотали. Вы вдвоем лопотали. Вот это так. Математик говорил. Ну, математик, да. Ну, я имею в виду, что вы что-то о своем таком высокоумном лопотали. Кстати, вот это была у нас дамка вот эта. Вот вам она не понравилась. И публике тоже. Я вспомнил, что меня развеселило в ее. Она как-то сказала какой-то тезис. А вы ее спрашиваете, говорите, а это с чего взяла? Она говорит, ну, вон написано. Где-то там было написано. В интернете, да? Какой-то, да. Ну, не, какой-то документ. Где-то кто-то написал. Меморандум 200, что ли? Ну, в принципе, да. Типа того. Я думаю, сейчас на заборе в малыши что там написано. Это же нельзя, как научную идею подавать. Я, кстати, в конце начал учить, как дальше ей правильно врать. Я даже все это записал. Да, вы даже все это записали, что не надо это все вот. Вот такие вещи. Лучше не говори. Это лучше не говори. Вообще, да, вот. А как я могу не говорить, если я вице-президент Гит. Академии? Да, как какие-то вещи подмывают авторитет человека. Вот он говорит, говорит, вроде умный и все такое. Правильно. Там что-то про биологию говорил, мне трудно возразить. Говорит, мне, говорит, эксперимент. Ну, ладно. А потом, бац, и ты уже такой думаешь, не знаю. Не, ну, когда там стыкуют всякую такую политику сумасшедшую, это, конечно, выглядит нехорошо. И мне кажется, что специально их так вот на это дело подмывают, чтобы просто все остальное тут же вот цеплялось паровозом к этому вот бреду. Ну, я вообще не верю в эти заговоры. Для чего там это нужно? Да ну, это перестаньте. Это все нужно для того, чтобы люди... Ну, вы просто сейчас предлагаете другую историю заговора, что другие заговорщики, чтобы опорочить каких-то здравомыслящих людей, подсовывают им идеи. Ну, это другой заговор. Так это все формируется специально все это... Ну, это заговорщиство. В этом смысла особого нет. Люди склонны верить в какую-то злую волю. Они вот... У меня несколько знакомых... Это не зная воля. Это подкинуть глупую идею на дуракам. Это милое дело. Несколько знакомых верят в мировое... Он научил их шилом пырять. Вот и будут они пырять. В мировое правительство. Я говорю, ну, что же есть какая-то... Хорошо, если не посадить их по уголовке. Да. А вот он наговорил им, да? А потом он в гуине отстегивает. Нет, ну вы смеетесь. А вот был случай у нас. Вот мальчика, знаете, ребенка, не знаю, мальчик или девочка, где-то на Рьянмаре что-то застрелили. Пришел человек и застрелил. Зарезал в детском садике. Ну, не знаю, зарезал, да? Ну, в смысле, убил ребенка и вычитал в книге какое-то заклинание, да, чтобы вечная жизнь, чтобы все твои родственники жили богато. Нужно прочитать заклинание и убить ребенка. Я говорю, про ответственность надо всегда думать. Он говорит, что ему там голоса он слышал сначала. Нет, я видел прямо видео, как его только скрутили оперативники. Ничего. Вот он рассказывает, говорит, в книге вычитал. Нет, я не к тому, чтобы винить книги, понятно, что... Но понимать, что ты пишешь и что ты говоришь, возьми Шило, иди в метро там, найдется какое-нибудь последнее. А то, слушай, вырежи, а? Я не вырежу. А то вдруг не вырежи. Вот это и будешь виноват тогда. Я говорил, вырежу, а он сам не вырежу. А за что? А не за что? Ну все не за что. А все. Да. Думаем, когда говорим. Вместе сядем. А думаем, когда выкладываем. На аудиторию в 10 тысяч человек. Ага, в 10 тысяч. А то и в 100 тысяч вас не досмотрят. Да кто там смотрит? Ну нас с вами, конечно, посмотрят 700 человек. Да. Но это просто потому, что я тут. Я оттягиваю публику. Я как гиря. Стремительным домкратом. Я что-то делаю. Стремительным домкратом. Да, стремительным домкратом. Вода ринулась вниз стремительным домкратом. Почему, говорит, вы всегда пишете то, о чем не имеете представление? А какой гиря, говорит, стремительный? Согласитесь, это великий текст. Ляпис-Сустребицкой, что ли, да? А причем вы знаете на какой-то поробе? А? На кого? На Маяковского. На Маяковского? Они к нему с таким, ну, недолюбливали его. Им не нравился. Ну где-то я вычитал это. Ну что, стремительный? У него были такие глупости там, да? Нет. Ну, они, он как бы, стиль они его пародировали. Вот там же у него этот... Гаврила был примерным мужем. Да, да. Они как-то там... Гаврила, жён своих, любил. Причину это дело, но они его не ценили как поэта, да? Да, и вот нацмехались над ним вот таким. Служил Гаврила бюрократом. Гаврила бюрократом был. Так, ну что мы? Ты погоди, я вас хорошо вот так вспомнил вот эти вот пародии. А помните, вот пародия была на Роберта Рождественского, помните, да? Вот там вот были цели на Роберта, на Вознесенского. Это, по-моему, Смехов, что ли, читал. Это вот типа на Таганку он пришёл билет покупать. Роберта Рождественского. Нет, не помню. И тоже Вознесенский комментировал. А вы помните? Помню, помню, но я бы так прочесть, как в стихотворе не помню, что он пришёл туда, он говорит, я Роберт, меня тут все олени в тундре знают, да? В мире нет ещё такой татаройки, в мире нет ещё такой плавки, которой бы я не посвятил строчке, а той главке. А его, говорит, нет, проводили, говорит, до дверей, а чтобы я не стал драться, проводили до дверей группой. Я с детства не люблю Таганку. Там люди грубые живут. А Рождественский это заикался? Да, это Рождественский. Это про него байка, я вспомнил про кого. Это я был на каком-то фестивале, и Михалков рассказывал. Про отца своего, который только сочинил второй вариант гимна. Только сочинил второй? Ну, переделал, как раз уже. Это в 77-м году. Да, развенчали, всё там, короче, сменили. Это в 77-м году только сочинил. И, он говорит, едут в лифте где-то там, и с Рождественским. Рождественский, ну, ревность же, это же поэтов, а стихи-то говёненькие. А Михалков говорит, учи текст. Ну, такая баечка такая. А, учи текст. Учи текст, да. Говёненький, не говёненький, ты учи, потому что, да, надо. Они, кстати, оба заикались. Да, да. Ну, вот он так и пересказывал Михалков с таким заик и заиканием небольшим. Смешная байка, она мне так запомнилась. Лет 20 назад я её слышал. Я же такой старый, не, ну, 15. А помните, вот фильм был такой, ещё раз про любовь, помните, да? Там была такая сценка в молодёжном кафе, там какой-то поэт читает про гонки по вертикальной стене, там, в каком-то штате, там, помните? И вот это на кого пародия? Это на Вознесенского. Ну, наверное, на Вознесенского. Он такой весь был у нас. Такое скопление людей я видел только на студенческих волнениях в Гринвич-вилледже. Он же в Америку выезжал. В фильмах Бондарчука и на картинах Сикейроса. Это, значит, очередь за билетами на Таганку. Вот жанр, который начинает вымирать, мне кажется. Какая? Пародий. Вот нет достойных пародий. Ну, пародировать, наверное, некого. Да пародирует полно кого, но часто пародирует, знаете как, утеряно вот такое мастерство, когда... Засудит, наверное, боятся, что сейчас адвокаты, наверное, хорошо с пародиями справляются. Пародируется же... Пародия это же не кривляние в костюме, чтобы было похоже, да, там, например, если ты пародируешь Джека Воробья, то, знаешь, кривляться как Джека Воробей. Это не так, да, пародия это, когда ты берешь какие-то там особенности произведения или личности и как-то их перекручиваешь, да, немножечко, подавая их в таком... Ну, по-разному это делается, да, на таком, да, преувеличенном контексте, да. Ну, карантина ваш, в принципе говоря, он же делает сплошные пародии. Да, у него очень много смешных, да, вот именно пародийные. Это у него пародия только. Ну, помните, горячие головы, да, когда они там гонки у них на самолетах очень смешно сделаны. Это не его, это не его, просто, говорю, горячие головы, когда у них гонки на самолетах, они летят, да, он на тормоз нажимает, его самолеты снают, а те проскакивают, да. Вот такой классический такой пародийный элемент, да, вот у них все гонок, всего, да, вот, такой, да, вот, нашли такой прием с помощью этого, но больше его никто не делает, да, или те же вот стихи Гаврилиада, да, в них чувствуется некий пародийный стиль, да, вот стиль того автора, но при этом они же не кривляются, не делают прям точности Маяковского, да, они придумывают персонаж, который вот какими-то чертами, да, это обаятельно, да, часто. А, кстати говоря, еще была пародия на Маяковского, ну, не пародия на его творчество, а, как сказать, на него. О, Иванов, помните, писал какие-то пародии? Помню, помню, это вот называлось, стихо-то, называлось произведение Каверин. Два капитана. Нет, «Скандалисты» или «Вечера на Васильевском острове». Ну, роман, первый роман его, он как-то даже наспорно писал его с Маяковским, говорит, что типа, роман от Мира, вот там «Скандалисты», это он. Ну, кстати, у него маленькое место там, но вот называется «Скандалисты» или «Вечера на Васильевском острове». Так, а перед этим вы что сказали-то мне перед этим-то чуть-чуть вот сейчас? Жанр, пародия. А, Иванов. А вы, кстати, помните, это Иванов был такой, он был худой-худой и умер неожиданно. И, кстати говоря, тогда было популярно всех выдвигать президенты. Только кто-то заговорил, что давай его сделаем президентом, он прямо умер вслед за этим. Я думаю, что у него много шансов было. Ну, то же самое говорили про Михалкова, Михалков отлично жив. Я не думаю, но он, по-моему, не особенно выдвигался. Нет, ну, Иванов вообще не выдвигался. Я думаю, что тоже. А вот этот пародист в Сибири, помните, стал губернатором? Да, Евдокимов. Евдокимов. Он, кстати говоря, очень здорово, хорошо вот Сибиряков пародировал. Вот эту прямо вот, я Сибиряков просто знаю, но вот это вот прямо вот рассказ. Это вот нормально так вот Сибиряки рассказывают. Все так и есть. Такие немножко яркие преувеличения, такие вот, доказательные такие. Вот у него все такое вот. Что там пчелы величиной с кур летают где-то там. Вот у него было у этого, у Евдокимова. Да, ну что мы, похоронили жанр пародии, почему его их нет сейчас? Что с тут происходит? Что с жанром происходит? А он превратился в подражание, понимаете? Вот разбери, то ли ты подражаешь, то ли ты пародируешь. Если чуть-чуть пережмешь, будет пародия, тебя не будут воспринимать. А так ты просто вот, как бы сказать, копируешь. Ну, например. То есть копирование и пародирование, вот на вас что? Вот вы уверены, что мы всегда с вами, когда вот что-нибудь говорим, мы рассказываем, мы никого, кого-никого не копируем. Мы ведь кого-то копируем всегда. И когда пишете что-нибудь, вот сценарий вы пишете для фильма, в принципе, вы какой-то вот, ну, что-то вы имеете в виду, что-то вы впечатлением чего-то делаете. Ну, так ведь, ну, вы же не из вакуума появились тут. Вы же тут возросли на великом советском кинематографе. В великом французском, в великом американском, в великом итальянском. Какой еще там вы смотрели? Немецкий смотрели? А что ты там еще смотрел? Ну, я даже японский кинематограф смотрел. Индийский, китайский. Я не особо люблю вообще индийский кинематограф. В фильме американского. Я люблю американский, ну, и а то вот шведы мне нравятся. Ну, советский-то нравится. Французский, конечно, хорош. Мне всегда нравился. А я вот так ни в одного шведского фильма не могу вспомнить. Могу югославский вспомнить фильмы. А я их даже не по названию, но я вот два последних мне запомнилась. В одном играет этот из «Игры престолов», как его, «Костер Вальдау». «Костер Вальдау», шведский фильм, да. Он там играет, такой хорош, такой триллер мощненький. А во втором, а второй, 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 второй. А, ну, это «Вторая жизнь у Ви». Шикарное кино. Вы посмотрите, прям прикольно. Отличное кино про пожилого человека, который одинок. Но оно такое смотрибельное. У меня сын смотрел, ему было лет 12, а мы с ним пошли в кино. Где-то на базе отдыха отдыхали. И там кинотеатр, мы пошли с ним вдвоем. И он так проникся, и он до сих пор вспоминает этот фильм. Хорошо кончился. Хорошо кончился, он такой очень позитивный. Тогда пойдем смотреть. Очень добрый фильм, и он прям шикарно сделан. Вот, и прям отлично. Ну, так, если, конечно, покопаться, наверное, я что-то везде поспал. Я смотрел отовсюду, да. Ну, я не люблю, знаете, вот я не люблю все фильмы. Я сел и пересмотрел «Новую волну». Да, это как его там? Французский? Да, да. Пару фильмов с Бельмондо. Я там посмотрел. Ну, я понимаю, в чем там его заслуга. Бельмондо – это «Новая волна»? Да, да, молодой парень. Как этот автор-то? Ален Делон там, по-моему, «Новую волну» посветился. «Двое в городе», например. Помните? Нет, нет. Ну, поназывайте мне их режиссеров-то. Чьих? «Новую волну». Французский, что ли? Ну, конечно. Каких еще? Ну, мало ли каких-то. Ходят они там, курят все время. И Бельмондо там, юный пацан, вообще ему лет 20, может, еще. То есть, нету 20. А что за кино-то? Ну, про что там, кроме того, что они курят? Да не про что оно. Он не ходит, девочка, пошли посидим, попили вина, пошли погуляли. А он попрыгал, перепрыгнул через что-то. Ой, там ходят по Парижу ребятки. Ну, ни о чем. Там сюжета-то нет. Но вот именно атмосфера вот этой современной жизни, вот эти вот новая подача взаимоотношений, она такая не классическая. Раньше как же? Это же герой. Он обязательно такой красивый весь такой. И у него какая-то там жизненная проблема. Где-то антигерой. Ну, вот обычное развитие сюжета такого классического. А здесь нет этого сюжета. Они ходят, живут. Ну, это какая-то некая атмосфера. Такая очень, ну, видимо, точно передающая жизнь молодежи вот в этом месте, в это время. 60-х годов. Да, да. И с точки зрения искусства кино, я понимаю, что это новое. И это действительно здорово сделано по атмосфере. С точки зрения кино, которое я люблю, это, конечно, ну, не мое кино, потому что мне нужно вот этот кондовый сюжет, понимаешь, злодея, понимаешь, преподнеси. Вот все, что я люблю. Понимаешь? Смешных диалогов, понимаешь, выстроенную конструкцию, драматическую ситуацию. Ну, это тоже французское кино сколько угодно. У нас такое только было коммерческое такое. Я имею в виду, что я в этом смысле не люблю изучать вот историю кино. Я так время от времени себя заставляю, сяду, какой-нибудь Феллини посмотрю. Мне не интересно. Вы смотрите, знаете, что, вот история кино как-то у вас, она почему-то редуцировалась до фильмов, так сказать, фестивального качества. Это те, которые только на фестивалях смотрят, а в прокате их никто не смотрит. На самом деле, я понимаю, это какая-то странная история. Ну, нет, это фильмы, которые считаются классическими в кино. Ну, это как по-нашему говоря, вот вы изучаете только экспериментальные танки, да? Понятно, что на этих танках невозможно вывать, они экспериментальные. А вот серийные вы не изучаете. Ну, так, это немножко не выдумываете. Нет, французское кино, наверное, замечательно вообще было. Когда я изучал историю кино еще в институте, да, мы же смотрели разных периодов. И вот Чаплин, допустим, который, извините, на 30 лет раньше, да, был снят, он сегодня смотрит. Я с удовольствием посмотрел Огни Большого Города, да, Новые Времена, да. И даже там ранее Батон Кит, да. Вот там ставка была из Чаплина в вашем любимом фильме-то. В каком из? То самого. У нас стремительно заканчивается время. Про дядьку-то этого, который накрашивал все, ходил и смеялся. С Джокера. Про Джокера, да, помню, там ставка была большая. В кинотеатре, когда он там заходит, Джокер, там идет фильм Чаплина. Ну, что-то у меня не отложилось. Так, ну, напомните. Забыли? Ну, и как-то я, видимо, не сконцентрировался. Я пока смотрел, мне активно не нравилось. Это у меня вот такое было странное послевкусие фильма, да, когда я смотрел, оно меня немножко раздражало. Он понравился, да? Да, он меня раздражал прямо откровенно. Мне он нравился, как он играет все это актеры. Нет, ну, он играет клево. Я тут не про это говорю, я говорю про ожидания, да, свои. Я шел все-таки. Ну, вы ждали, сейчас будет битва очередная, там, добра со злом. Да, 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 а тут такое, да, серьезное кино. А тут зло вокруг зла, внутри зла. Да тут нет зла-то, это оно такое все ненамеренное, это зло, да. Это вот просто глупые люди, которые не понимают, там, каких-то проблем человека, да. При том, что он же четко показывает, что общество, оно, в принципе, хочет заботиться об этом человеке, хочет помочь ему жить, да. А отдельные индивидуумы, они же не, ну, они глупые, разные люди, с разным образованием. Они могут ткнуть пальцем, посмеяться, сказать, ай, какой ты дебил, да. То есть, люди не воспитаны, и общество не может всех вот включить в эту орбиту защиты, вот, человека которого, да. А потом он вырывается в свою вот стихию, да. И что, кому от этого лучше? Вот ты тыкал в него пальцем, для чего? Вот он сейчас ходит, убивает. Он показывает свою натуру, он ее сдерживал ради тебя, фактически, да. Он говорит, я не буду таким, какой я родился, да. Я буду себя в цепях держать. Ты вместо того сказать, что помогу я тебе держать себя в цепях, ты хохотал над ним. Ну, вот он снял эти цепи, взял пистолет и пошел тебя убивать. Тебе стало хорошо от этого, да? Ну, вот вы осуждаете меня за рассказ про Шила, а это то же самое. Нет, это совсем противоположное. Со смертельным исходом. Это совсем противоположное. А Шила, что там, все, и заросло, и зарастет еще потом. Ну, это с водой куда ткнуть. И лучше будет, чем новое. Тут же, знаете, рядом ляжки, рядом пах. Тут уже не совсем уже зарастет. Поэтому лучше вообще не тыкать в людей с Шилом. Нет, я не садюг как раз. Я как раз призываю не тыкать ни в кого с Шилом, даже если вам за это ничего не будет. Вы же исходите из наказания. Я исхожу из нравственного принципа. Не надо делать людям плохо. Не потому, что они вам ответят, не потому, что вас посадят, а просто не делают. Потому что вам пользы никакой нет от этого. Даже если есть пользы, не делайте плохо. Да? Да. Делайте людям хорошо. Даже если от этого нет пользы. Этим людям? Да хоть кому. Если вообще никакой пользы нет. Делайте людям хорошо. Вот он улыбнулся и стал лучше. Делайте людям хорошо. Лицемерно улыбнувшись. Соберите ваши деньги и пришлите их, пожалуйста, мне. Мне будет очень хорошо. Потому что без ваших денег мне очень плохо, на самом деле. Житие мое. Какое житие твое, пёс смердящий. Слышишь, что мне приходится терпеть от моего режиссёра. Это цитата, между прочим. Он цитатами-то любыми. Вы просто её не закончили. Вы сказали, что житие мое. Внизу есть все реквизиты, которые можете прислать. Пожалуйста, поддержите меня материально. Чувствую, меня проклянут на вашем канале. Почему? Ну как маэстро назвать такими нехорошими словами. Просит деньги маэстро, а он вот так смеётся. Маэстро. Маэстро. Пока-пока. Всем доброго. Жду ваших денег, товарищи. Поддержите меня, пожалуйста. Есть ещё три минуты. Можно и ещё в тоскливее. И понижая голос. Как у того же писателя какую-то композицию Франца Листа. Надо исполнять быстрее, 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 ещё быстрее. Быстро, как только возможно. И на следующей странице всё-таки ещё быстрее. Так у вас всё ниже, 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 ниже. Ниже, как только это возможно. Поддержите, пожалуйста. И всё-таки чуть-чуть, через 30 секунд, ещё ниже. Вот видите, какие оскорбления мне приходится терпеть ради вас. От моего любимого режиссёра. Всё ради ваших денег. Жду. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Продолжение следует...